приветствую выжившие на прошлой неделе вышел очень интересный патч который перевернул пвп режим выживания давайте разбираться что теперь делать из чего стрелять какая нужна броня и обсудим новую тактику боев поскольку изменилось все кардинально прочитав патчноут я был очень приятно удивлен даже воодушевлен я бы сказал с огромным удовольствием побежал тестить обнову первое что меня напрягло уже в самом начале это отсутствие лидеров на карте это главный провал этого патча друзья я объясню почему теперь найти кого-то на карте огромная проблема приходится часами бродить в надежде хоть кого-нибудь убить иногда стали запускать режим охотник жертва и казалось бы это выход но почему-то игроки не спешат к нему подключаться для чего они тогда в этот режим заходят мне непонятно если хотите пвп на карте обязательно запускайте охотник жертва другого способа быстро найти друг друга сейчас в принципе нет если только договариваться заранее с кем-то топы игроков нужны но не те что сделали архаровцы из бесезды где в лидерах ходили пвешники в топах должны быть строго только те игроки которые убили больше всего людей теперь что касается боевки всем урезали урон абсолютно весь дамаг чтобы убить человека нужно всадить обойму а то и 2 а то и 3 благодаря этому обстоятельству топовый лазерный карабин который наводил ужас на всех выживших превратился в хлам прямом смысле слова стрелять из лазерки стало невозможно просто потому что она ломается каждые две обоймы поздравляю друзья эра доминирования лазерки закончилась большинство игроков убрали ее в ящик потому что чинить ее никаких донатных наборов не хватит да и во время боя этого делать вам никто не даст надают по щам сразу она по-прежнему может убивать вблизи особенно неплохо издалека убить стало почти невозможно но это с любой пушки не только с лазерки урон просто смешной но бывают ситуации когда она все-таки может помочь поэтому я ношу ее всегда с собой на всякий случай то с чего теперь стрелять ребята пвпшники протестировали большинство видов оружия и пришли к выводу что самой лучшей пушкой теперь является внимание гвоздомет вот он новый повелитель пустошей гвоздомет кровь-взрыв либо кровь крит палаческий против тех же лоу хпшников неплохо себя показал калаш кровь-взрыв либо крит в общем любой ствол с этими легендарными перками подойдет тот же боевой карабин очень хорош теперь есть из чего выбрать наркоманские стволы сейчас пользуются популярностью у меня есть только гвоздомет кровь-взрыв и такой же калаш мне этого набора хватает за глаза чтобы чувствовать себя комфортно все пвп теперь свелось к ватсу естественно целить нужно только в голову все бегут на пролом рашат друг друга у кого ватса кажется круче тот и победит когда до этой бесезды дойдет что пвп режим с ватсом это просто насмешка какая-то над игроками я не знаю почему же они свой ватс не засунули в батл рояль тот же в общем так много вопросов и совсем нет ответов когда балом правили лазерки мы имели интересные бои на дальних расстояниях все боялись сближаться прятались я лично вообще забыл что такое ватс да у них был имбалансный урон но то что они сделали сейчас это бред сивой кобылы с лазерки нужно было хотя бы войти в режим прицеливания выцелить противника контролировать отдачу это более-менее как-то походило настоящая пвп сейчас же мы имеем однокнопочный режим ватса где все зависит от того кто раньше нажмет эту долбанную кнопку q кошмар одним словом теперь разберемся с броней она работает держит урон причем работает именно сопротивление урону хотя раньше на этот параметр было всем наплевать человека в силовой бронет бывает очень тяжело просадить все вроде бы неплохо да но прикол в том что если бегать full хп до урон держать вы будете а продамажить как следует кого-то будет нереально урона катастрофически не хватает таким образом сейчас рулит low хп билд не обязательно бегать совсем на минимальном здоровье ради ботаника достаточно просто уменьшить полоску хп до половины хотя бы бесезда ограничила максимальный урон теперь по человеку прилетает 110 дамага максимум все больше за одну пулю не продамажить поэтому не надо разгонять урон до безумия как на пве серверах кроме дамага low хп билд с броней плюс 3 нужен для увеличения наших стат главным образом ради восприятия и ловкости восприятия нужно для лучшей точности оружия в ватсе а ловкость ради все того же ватса чтобы была возможность всадить во врага как можно больше пуль и критануть несколько раз пока о д не кончатся я сам тестил на примере фулл сета бегал в топовой броне минус 8 минус 15 стата восприятия в таком случае получается в среднем ну где-то 20 может чуть больше не суть попасть в режиме ватс нереально кого-то только если в упор на средних дистанциях уже все летит мимо будки low хп шник любой перестреляет вас два счета и никакая броня не поможет тот же гвоздомет выносит эту броню минус 8 минус 15 за одну обойму проверено сто процентов первый гость сдвигает с места остальное добивает имея допустим четыре части на плюс 3 уже получаем 27 28 восприятия на половине хп если ниже и еще больше а здоровье по-любому вам просадят во время перестрелки точность очень сильно увеличивается добавим сюда еще апельсиновые ментаты допустим плюс 5 восприятия имба будет можно бегать и на ботанике но мне не очень зашло быстро убивает до издалека урон становится больше но соперники быстро сближаются и херачат вас что касается тактики конечно нужно ходить в приседе теперь ну и раньше надо было так делать это поможет но только до того момента пока вас не попадут хотя бы один раз или даже коцнут немного взрыв уроном все с этого момента можно сразу подрубать вац и убивать главное кнопочку быстро нажать почему бесезда не правит этот баг мне тоже непонятно так не должно быть и так не было в самом начале игры когда не было режима выживания это бредятина с багом на присед появилась именно в этом режиме и до сих пор это не исправлено идеальная тактика данная была в общем то тоже такой же сидеть в инвизе и прыгать чтобы по вам было сложнее попасть еще лучше жрать стелс бои постоянно если они есть конечно в таком количестве теперь стелс и настоящая имба даже тесла тут уже не поможет урон у нее очень слабо проходит очень хорошо дамажат гранаты плазменные есть еще кстати журнал который уменьшит врагу точность вации на 50 процентов но найти такие нелегко а тем более еще и много у меня их нет я сам не то есть и у кого есть желание попробуйте остальные журналы для увеличения дамага и крита тоже зайдут как и наркота все теперь имеет смысл жрать и принимать вот такие вот дела творятся сейчас в режиме выживания единственное что мне понравилось это то что в бой идешь как в рей нужно запасаться кучей патронов резами для ремонта брони это этого никогда не хватит после хорошей бойни если найдете конечно такую на карте нужно бежать пополнять запасы потому что заканчивается все патроны улетают моментально это довольно интересный нюанс которого раньше не было а так в целом патч говно новичкам стало еще хуже если раньше они могли реально убить кого-то то теперь без шансов если нет топ пушек это все что я хотел до вас донести делайте выводы играйте правильно если будут еще какие-то интересные нюансы расскажу в будущем пишите ваше мнение по поводу всего этого бардака в комментах подписывайтесь на канал и удачи на пустошах выжившие удачи